Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему происходит так, что человек пишет именно тогда, когда он тебе не нужен? Вот бывает момент, когда ставишь точку в отношениях и от всего сердца отпускаешь. Он проявляется именно в тот момент, в этот момент, и цепляется пополным до тех пор, пока ты к нему опять не повернёшься. Когда это происходит, он опять начинает по старой схеме, будто не боится потерять. Вопрос такой, почему всё происходит именно тогда, когда оно тебе не нужно, и уходит тогда, когда тебе очень нужно. Это связано с личными границами и со страхом сближения. Если точно, то игра в догонялки. Самый лучший способ это поговорить. Это показать. Человек, который вначале демонстрирует некую такую, ну, не знаю, холодность, да? Некую такую незаинтересованность. Довольно долго её демонстрирует, надо сказать. Принимая как-то, ну, принимая какие-то ухаживания другого человека. Принимая поступки другого человека. Он культивирует в известной степени такое вот к себе отношение. Знаете, ну, я бы сказал, я бы сказал, предметно. Я бы сказал, что вот таким образом культивируется предметное отношение к человеку, к сожалению. Это значит, что когда человек вас добивается, вот, то вы, к большому сожалению, становитесь ему неинтересны. И когда вы добиваетесь человека, он, вероятно, становится вам неинтересен. То есть, вам интересно только, только добиваться человека, и ему интересно только добиваться вас. Это вот как раз история про такое вот очень предметное взаимодействие, к сожалению. И слезы на это, конечно же, с таким, знаете, обоюдным обесцениванием себя. То есть, по сути, ну, можно говорить о том, что вы обесцениваете сами себя, и ваш партнер обесценивает сам себя же тоже. И вот как раз подобная история, подобная история, и провоцирует вот такой круговорот, круговорот таких вот, ну, таких взаимоотношений, к сожалению. Поэтому, надо бы это как-то вот, ну, надо бы это скорректировать, да, чтобы выйти вот за пределы вот этих вот, ну, вот этого, так скажем, порочного круга. Важно изменить отношение именно к себе, к себе, именно к себе, самой, вам, в первую очередь. И определиться в какой-то степени, да, определиться с нужностью. То есть, ну, что такое нужность, вот, когда мы говорим о том, что он вам нужен, да, вот, когда мы как-то вот об этом говорим. Что мы здесь имеем в виду, что мы подразумеваем под нужностью. Что вы подразумеваете, конечно же, под тем, что, когда говорите, вот, что, значит, ну, что, там, я его опускаю, опустила или опускаю, вот, что вы под этим подразумеваете. Поэтому, да, я должен согласиться с коллегой, который говорит, что у вас есть элементы такого вот, получается, мистического мышления, вот. Где, мягко говоря, не все от вас зависит, да, где что-то происходит вот само собой. Вот, это, естественно, не так, отношения, они довольно, довольно строгой подчиняются довольно строгой дифференциации, вот, довольно строгой детерминации, отношения подчиняются довольно строгим законам. Вот, это очень важно понимать. И если что-то происходит, да, то у этого есть вполне, вполне адекватные причины, вот, обусловленные вполне себе адекватными же элементами, вот. Такими, как, например, выгоды, выгоды человека, да, и так далее. Вот, то есть, никакого секрета, да, никакого секрета в этом нет, никакой мистики, магии в этом тоже нет, абсолютно. А другой вопрос, другой, другой вопрос, ну, другой вопрос заключается в том, а хотите ли вы, хотите ли вы, чтобы не было чего-то магического? Ходите ли вы сами, чтобы здесь было все понятно, да, чтобы здесь все было предельно, как бы, ну, ясно и так далее. Вот, вопрос заключается в том, хотите ли вы этого? Понимаете, да, вот, потому что сейчас вы говорите вот о таких, ну, о таких вещах, вот, сейчас вы описываете такие вещи, вот, что складывается вот впечатление, да, что от вас, ну, не зависит ничего. Вот, так не бывает, не бывает такого, а, сейчас пробую, от вас ничего не зависит, вот, если что-то происходит в отношениях, это вот следствие, результат, ну, как раз вашей модели поведения, вот. Только, 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 может быть, вы не понимаете, как бы, всех процессов, вот, ну, то есть все процессы, да, вам, там, ну, может быть, не, может быть, не, 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 неясны. Ну, опять же, ничего страшного в этом нет, при желании можно и нужно этому научиться, конечно же, вот, я не думаю, что это какая-то архи сложная задача, вот, вот здесь. Как-то так, поэтому вопрос здесь, на мой взгляд, поставлен не совсем корректно, вот, я бы перефразировал его с почему, на как-как, вот, как-как я прихожу, вот, к тому, что выстраиваю отношения таким, таким образом, вот, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...